Агропромышленный комплекс Кубани, как и всей России, демонстрирует в настоящее время бесспорный рост. Обеспечивают его в первую очередь специалисты аграрного сектора. Готовят их в том числе и в нашем старейшем в крае сельскохозяйственном техникуме, где особое внимание уделяется современному техническому оснащению процесса обучения студентов. В лабораториях, оборудованных по высшему разряду, нуждаются как фермеры, так и крупные хозяйства, а также и другие агропромышленные предприятия. Современные лаборатории должны быть оснащены лучшим оборудованием. Благодаря этим хитроумным приспособлениям можно обеспечить постоянный контроль качества продукции. Это прекрасно понимают в сельхозтехникуме, где поставлена задача готовить специалистов самого высокого уровня. На торжественное мероприятие, посвященное открытию новейшей лаборатории, были приглашены почетные гости. Председатель комитета по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи, законодательного собрания Кубани Виктор Чернявский подчеркнул, что открытие новой лаборатории – это не рядовое событие. Кто-то придет в большой коллектив, кто-то маленький, а кто-то будет сам создавать какое-то маленькое предприятие и должен понимать, как это делается. Вы должны досконально знать свое дело не только в теории, но и в практике. Значит, должны своими руками попробовать в своей голове прокрутить все ситуации и до автоматизма довести понимание и умение вот этих вот вещей. И то, что сегодня у вас создается, новая лаборатория открывается – это не рядовое событие. Это событие, которое говорит, что вы уделяете этому первостепенно-аниманию. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовко отметил, что сельхозтехникум – это постоянное движение вперед и серьезная работа по совершенствованию процесса образования. Сегодня действительно на производство должны приходить специалисты, а не теоретики. И вот сегодняшнее мероприятие мы увидим – это вклад в то, чтобы специалист пришел высокого рака, чтобы, как говорится, не на пальцах там объяснять, где это что-то, а вот сегодня в лаборатории, где будет исследовательская углубленная работа производиться, и особенно в нашем аграрном регионе. Мы получаем колоссальные урожаи и риса, и хлебов, и производим и молоко, и мясо. Но если не будет такой глубокой технологической переработки, и не будет таких специалистов, вы понимаете, что те планы страны, задачи грандиозные мы не выполним. В числе выпускников техникума немало замечательных людей. Одна из них – депутат законодательного собрания Кубани Жанна Беловол, которая была очень рада открытию лаборатории. Вот все это вам, ребята, предстоит делать в жизни. Я очень просто хочу вам сказать, что в этой жизни все возможно. Самое главное – это труд, ребята. Все можно преодолеть, всего можно добиться. Нужно любить дело, которое ты делаешь. Нужно трудиться, трудиться прежде всего над собой, не лениться, потому что только в труде рождаются именно все позитивные помыслы у человека. Герой труда Кубани, директор рисовоческого племенного завода «Красноармейский» имени Алексея Исаевича Майстренко Сергей Кизенек, также закончил Славянский сельхозтехникум. Он считает, что главное – любить свою работу и хорошо знать все ее тонкости, и тогда будешь жить достойно. У каждого судьба сложится по-разному. Но самое главное, чтобы в этом длинном и коротком пути пронесли основное – любовь к жизни. Если хочешь кем-то стать, нужно стать для начала учеником. Вот все вы сегодня ученики. Мы тоже были когда-то учениками. Если есть пережилание трудиться, дружить – это у тебя все будет. Большим праздником назвал открытие лаборатории директор сельскохозяйственного техникума Евгений Дмитриев. Сегодня в нашем техникуме большой-пребольшой праздник. Сегодня мы открываем лабораторию, в которой мы шли несколько лет. Сегодня мы делаем науку и производство на несколько шагов ближе к нашему учебному заведению. Можно много восхищаться. Но самое главное, наши коллеги сегодня сказали – человек славен трудом. Если он нашел свое место в жизни, если он находит применение своим умениям и навыкам, если работает, я не боюсь этих высоких слов, на благо великой России и благодатной Кубани, тогда у него он счастливый человек, тогда у него все сбудется и все получится. Символический ключ от лаборатории Евгений Дмитриев вручил преподавателю Ирине Латыповой, заведующей лабораторией Светлане Галимовой и призеру регионального чемпионата молодые профессионалы Даниилу Селезневу. Самодеятельные студенческие таланты подготовили для всех собравшихся интересную концертную программу. ПЕСНЯ Почетных гостей встретили у входа в лабораторию хлебом-солью. Затем состоялось знакомство с возможностями лаборатории, которые отвечают самым современным требованиям. Студенты показали свои умения по самым разным направлениям. Определение всхожести семян, пористости печеного хлеба, качество молока. Гости задали им ряд вопросов, на которые будущие специалисты ответили со знанием дела. У нас и разработаны, и подобраны методики, подобрано новое оборудование как раз тоже для WorldSkills по компетенции агрономия. Но не только это. Наше современное оборудование, ведь оно дает для успешного развития такие условия нашим молодым специалистам. То есть наши все студенты в будущем – это современные молодые специалисты, которые должны быть востребованы на предприятии. Студенты по достоинству оценили лабораторное оборудование, а самое главное – отличную возможность приобрести ценные навыки работы уже в стенах техникума. Теоретические знания очень важны, но также практика, она должна присутствовать, потому что в хозяйстве как? Хотят взять специалиста, который уже на практике все умеет, но на практике же со временем приходится, поэтому мы стараемся больше практики взять из всего нашего обучения. Сделан еще один большой шаг в развитии техникума. Деньги, вложенные в оснащение лаборатории, конечно же, окупятся старицей. Работодатели получат молодых специалистов высокого уровня. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».